Добрый день! Я показываю рабочий стол. Меня слышно, видно? Хорошо, тогда начинаем. Итак, я не буду уже показывать тот рабочий стол, который обычно показываю, то, что было месяц назад. И так все это понятно. Давайте на новых аспектах остановимся. Что приключилось у нас в этот раз? Значит, вот то, что этот рабочий стол, который я сейчас показываю, в принципе, информацию с него можно хранить длительно, порядка 4-5 недель. Она несколько изменилась по соединению стоек, о которой я речь шла месяц назад. Итак, значит, вот отметка 11.11. Я называла ее многократно. Это звездные врата своеобразные. Писала в предмаркете о том, и в анализе стратегии игроков по паре евро-доллар о том, что, ну, слишком какие-то совпадения видны по данной паре. О том, что эта отметка, естественно, действительно мистическая, она как бы знаковой является. Ну, вот пытаются над ней встать. Вот. Устойчивая торговля над данной отметкой будет говорить о том, что пара все-таки переходит в диапазон повышательных рисков. Что еще важно? Важно следующее. Значит, существует нейтральный диапазон 1.0977-1.1172. То есть торговля выше – это суть повышательные риски, торговля ниже – это суть понижательные риски. Ну, с другой стороны, видите, как этот диапазон сформирован. Как раз нижняя часть диапазона сейчас является верхней частью предыдущего диапазона. Вот. Помнится, была отметка 966, она была преодолена. Вот. То есть, получается следующее. Заход в предыдущий диапазон, который долго протолговался, узкий диапазон, будет означать негативное явление. Вот. С другой стороны, маркетмейкеры придумали защиту. Стоит структура очень серьезная. Это защита от пробоя. Вниз. Она располагается в районе 856-890. Вот здесь. То есть, эта структура защищает рынок от пробоя ниже уровня 1.0900. Вот. Ну, и риск при попытке пробоя оценивается отметкой 697. Это, по сути, уровень 1.0700. Ну, то есть, вся сказка, вся байка, она идет все о том же. То есть, уровень 1.0700 пытаются защитить от негативного от пробоя, за которым следует слишком негативный сценарий, сценарий падения в зоне маркетмейкеров, которая ведет, естественно, к паритету и ниже. Ну, от этого сценария пытаются фиджироваться. То есть, для того, чтобы пробить вот эту вот структуру, это очень сильная структура, которая, по сути, действует, получается, до начала марта, пробить можно только, ну, аховым путем, каким-то супер импульсом и так далее, каким-то супер событием, соответственно. Ну, тогда, да, это будет, ну, этот пробой должен быть агрессивный, одной, как говорится, одной свечой, но тогда будет разыгрываться негативный сценарий. Ну, в принципе, вот это, как бы, очень прозрачно. Вот, в случае, если все-таки это действительно защита, которую не желают пробивать, то, соответственно, речь идет все-таки о диапазоне нейтральном, да, который сейчас стал выше, и попытке торговли над ним. То есть, получается, торговля выше 1.11.72 будет говорить о движении наверх. Куда? Наверх. Ближайшее сопротивление располагается в районе 1.13.31, вот, а следующее – 14.43. Значит, что, чем связано? 14.43 – 14.90, он здесь. По сути, чем это связано? Отметка 1.172 связана с уровнем 1.12, от которого оттолкнулись, то есть от этого кола, вот сейчас я здесь начерчу, 1.12, то есть это вот полуровень, от которого оттолкнулась пара. Вот, то сейчас получается мощное сопротивление и мощная поддержка в виде 1.11.11. Ну и вот эта нейтральная отметка 11.72. Итак, выше 1.12 откроется диапазон, который двигает пару в направлении уровня 1.14. Значит, здесь встретится сопротивление промежуточное 13.31 и, собственно, сопротивление, которое касается уровня 1.14, оно располагается в этой зоне 14.43-14.90. Ну, как бы, если рассчитывать на движение вверх, то можно рассчитывать на вот это движение 1 и вот на это движение 2. А вот здесь вот очень такая проблематичная возникнет ситуация с попыткой коррекции. Уровень 1.15 уже, в принципе, это только психология, вот, с ним связана отметка 14.90. То есть при преодолении данного сопротивления, соответственно, следующее будет вот. Сопротивление на 16.48. Это уровень 16.50. Ну и в дальнейшем, после преодоления данного сопротивления, мы можем рассчитывать на обновление экстремума. То есть вот те уровни 17.50, который, ну, уровень, который достигался ранее, то есть он уже не является сопротивлением. Вот, и если он будет обновляться, то, соответственно, уже будет обновляться до района уровней 1.20 и 1.21.22. То есть вот этот вот район. Вот. Видно, что сопротивление очень сильное стоит в районе уровня 1.20. Вот. Попытка и пробоя до 1.21.55. То есть это вот тот сценарий, который видится как бы агрессивным сценарием движения наверх. Вот. Как это сочетается с раскладом опционных уровней? А вот таким образом. Итак, уровень 1.0900, я говорила о том, что его защищают. Вот. Смотрите, то есть здесь очень большое количество контрактов. И еще по итогам пятницы добавили сюда еще более 5 тысяч контрактов. То есть это вот сюда нужно продлить линию, и тогда получаем в районе 13 тысяч контрактов. Это очень много. Более того, что еще важно. Ранее границы рисков среднесрочной были уровней 1.0900, 1.10. Вот. Поэтому говорилось, что нужно встать на психологию 1.10 для того, чтобы осуществить движение наверх. Сейчас что происходит? Сейчас это граница 1.0900, 1.10, она смещается вверх. Смотрите, то есть здесь под контрактов, допустим, 3.225, и вот здесь увеличили аж на 7 тысяч. То есть это 10 тысяч контрактов сюда выстроилось. То есть вот этот уровень, он гораздо больше вот этого кола 1.10. То есть вот он встал здесь. То есть по сути граница рисков сместилась. Далее, 1.1100 уровень. Здесь порядка 3 тысяч контрактов. Вот это 5.5. Вот сюда встанет. Ну и здесь. То есть получается у нас здесь граница рисков сместилась к уровням 1.1150, 1.1100. То есть она значительно выше сейчас находится. Это как раз соответствует тем отметкам, о которых я говорю, 1.1111, 1.1172. То есть вот здесь, по сути, пара находится в этой границе рисков. Завтрашней публикации будет видно уже, как все сделано. Вот сейчас, пока я показала то движение, которое было проделано за прошлую сессию в пятницу. Вот. То есть вот к этой структуре нужно добавить вот эту вновь появившуюся с огромным количеством контрактов. Вот. Далее. Значит, смотрим. Вот здесь получается. Граница рисков тоже сдвинулась. И тоже актуальным становится уровень 1.11. Вот. Здесь тоже граница сдвинута. Вот. Ну, согласно юнским контрактам, вообще, этот диапазон 1.0700, 1.12 размыт. Вот. То есть, в принципе, согласно этой размытости, мы увидели движение наверх резкое. Вот. Здесь, как бы, получается, стоит невидимая защита маркетмейкера в районе 1.0900, то есть не дает идти вниз. Ну, и видно, что уровень 1.12, как бы, он является сопротивлением. Вот. 12.50 здесь значимый уровень, здесь тоже 12.50. И вот здесь 12 уровень сильный. И вот как раз следующий уровень 1.14. На нем накоплено очень большое количество контрактов. Вот, как бы, откуда взялись эти сопротивления. Вот. То есть, еще раз говорит о том, что торговля ниже 1.0900, она нежелательна, маркетмейкеры пытаются защититься от этого дела. Вот. Ну, это то, что касается пары евро-долларов. Еще важный момент один такой. Да, в долгосрочном периоде игроки формируют зону обоюдных интересов, начиная от уровня 1.0700 до уровня 1.1800. Ну, 1.0700 мы уже там были, то есть до 1.1800, до предыдущего района экстремума. Ну, то есть, как бы, вот так. То есть, приоритет все-таки повышательного давления, он, как бы, сформирован. Будем посмотреть, как это все состоится в реалии. Вот. Далее. Объемы. Что по объемам? Видно. Видно, что сокращаются объемы стекулятивных позиций по паре, по евро в целом по рынку. Вот. И худо-бедно, но начинается какой-то там рост длинных стекулятивных позиций по евро. Вот. Как бы, эта тенденция становится более устойчивой. Так. Давайте дальше. Что касается пары фунт-доллар. Значит, пара фунт-доллар. Здесь штука такая. Существует нейтральный диапазон. Он будет работать, эта информация тоже актуальна, получается, по началу марта. Так, условно говоря, это, возможно, будет актуально, сейчас скажу, даже до 11 марта. Возможно. Так вот. Значит, получается так. Нейтральный диапазон 1,41,18, 1,45,55. Видно, что этот нейтральный диапазон, он, в принципе, нижний его границ совпадает с нижним, с экстремомом нижним, предыдущим. Вот. А верхняя граница совпадает вот с ближайшим экстремомом, который на верхнем углу. Что видно? Вот выход вниз за данную границу, 41,18, он как бы защищается. Здесь сильные стоят поддержки в районе 41,89 и 41,01. То есть защищают от подхода к уровню 1,40, по сути, от этой психологии 1,40. Потому что торговля ниже 1,40 – это как бы, ну, это нацеленность на падение. Тогда в этом случае поддержку сыграет, поддержка будет найдена в районе 38,78, 38,23. Вот. И, но она не такая сильная, то есть дальше падение возможно к защите. 34,96, 34,61. То есть уровень 1,35. Вот. Это такое возможно в случае пробоя вот этой вот нижней границы нейтральной зоны. Итак, 41,18, 45,55. Пробить сложно. Вот. При этом пробить наверх, вверх зону, нейтральную зону не так сложно. Потому что здесь, по сути, нет сильных сопротивлений. Итак, торговля получается выше 45,55. Будет говорить о нацеленности на сопротивление в районе уровня 1,49. Это 48,14, 49,20. Вот здесь. Вот. И далее на нацеленности на уровень 52. Сопротивление 51,36, 52,04. Откуда все это взялось? Ну, значит, смотрим геограмму. Вот. Значит, сейчас мы находимся в какой зоне? В районе уровня психологии 1,45. Итак, 1,45. Что она нам показывает? Значит, уровень 1,45, он находится, в принципе, уже в зоне повышательных рисков. И, соответственно, торговля ниже данного уровня 1,45. Видите, что вот здесь очень большое количество тех и других. Вот. И это зона как бы зона свободного, такого легкого проторгования, зона волатильности. Она как раз достигает уровня 1,41. Эта зона. Ну, вот о чем я говорю, что это нейтральный диапазон, вот, и в нем возможно развитие волатильности. Вот. Только выход за него, то есть, если зацепятся за верхнюю границу, позволит пойти уже вот сюда. И вот они, вот эта граница 49,50-50 уровней, 49,20 контрольная точка. И при закреплении на дне, при пробое, здесь есть свободное место для того, чтобы пройти выше. Ну, это что касается ближайших контрактов, ну, не так все просто. Видите, 49 уровень, он усилен в других контрактах. И вот здесь он усилен, усилена область 49,50. Это юнические контракты, контракты, это значимые контракты. Вот. И видно, что эта область, на подходе к этой области формируются интересы продавцов уже. Вот. Поэтому ориентир, ориентир в случае торговли выше нейтральной зоны 45,55, все-таки вот это зона сопротивления. 49,20 это контрольная отметка. Вот. А вот эта вот зона, она, это зона высокой волатильности. Вот. Что касается движения вниз, то здесь следующее. Ну, вот видно, что здесь как бы при падении ниже определенных уровней, ну, в данном случае я говорила, это уровень 1,40 все-таки, главный уровень. На 43, надеяться, не надо, потому что здесь как бы еще большое количество покупателей находится. Вот. И цена только ниже 41,40 при падении, вот здесь вот ниже 40, она может уйти вниз. Вот здесь тоже. То есть все эти как бы схемы, они здесь видны. И тогда целевым становится уровень 1,35. Про защиту я сказала, где находится 34,96 и 4,61. Вот такие риски по фунту существуют. Ну, вот по фунту могут выделывать различные финты, потому что началась вот эта вся, ну, так сказать даже, вот это мероприятие по поводу того, что выхода, не выхода, значит, Британии из ЕС там и так далее. То есть это все, ну, много будет выделено из пальца, соответственно, много будет шумихи и так далее. Ну, соответственно, под эту шумиху будут развиты большие движения. То есть фунт, темная лошадка, возможно, движение в разные стороны. Ну, единственное, что можно сказать, более уверенно, то, что все-таки вот эту зону нейтральную, ее защищают. Вот. То есть этот уровень 1,41, да, от пробоя. И надо сказать, что вот эта вот вещь, эта защита, она стыкуется вот очень хорошо вот с этой защитой по паре евро-долларов. То есть это говорит о том, что доллару не дают укрепляться. То есть существует защита от его укрепления. Вот. Теперь дальше. Австралийский доллар. Здесь что? Здесь существует очень-очень узкая нейтральная зона 0,7049, 0,7064. По сути, привязана к уровню 0,7050. Вот. То есть это как бы центр между двумя уровнями 0,70 и 0,71, которые были значимы в прошлом периоде. Вот. На сегодня видно, что мы как бы как раз цена отскакивает от этой зоны. Ну, здесь очень яркий сигнал. При пробое данной зоны, то, соответственно, здесь вот поддержка будет располагаться в районе 69,23, 68,76. Кто следит, помнит, что я весь месяц называла отметку 69,21. Говорила о том, что при торговле ниже устойчивой, то есть это риски падения образуются. Вот так оно остается и к данному моменту, только отметка чуть сдвинулась буквально на 2 пункта 69,23. То есть вот здесь вот поддержка. Она не абы какая сильная. Следующая поддержка прозрачная на 67,98, уровень 0,68. И более-менее на какую-то защиту можно надеяться в районе 66,72, 66,43. Вот здесь. Ну, это может быть еще не пределом. Вот. Это как бы пока на ближайший период. Если все-таки цена сможет удержаться на данной нейтральной зоне, да, ну или хотя бы вот над этой ближайшей поддержкой, то, следовательно, следующими будут целями эти сопротивления. 71,74, 72,52, 73. И далее 74,25, 74,85. Вот эта вот штука связана с уровнем 0,74, вот, а вот эта вот связана с уровнем 0,73 структура. Что это такое? Значит, если мы возьмем вот авторийский доллар, то мы видим следующее. Что на данный месяц построена очень сильная структура 79,80. Мы находимся сейчас в районе, сейчас скажу, получается, отметки 70,89, по сути, уровень 71, да. Вот. Тогда, то есть вот в этом районе примерно. Далековато, да. Но, естественно, при сильном… Эта структура, она может влиять по-разному, указывать влияние. Она, в принципе, может как бы отталкивать, и цена может искать контролируемое, искать дно. Такое может быть. Равно как при движении наверх эта структура может стать защитным архитмейкеров в целях разворота рынка. Ну, большое количество контрактов здесь накоплено. Вот. Пока это не представляется возможным, поскольку вот здесь вот существуют промежуточные структуры. 73,50, 74. Вот. Очень сильные. Ну, как раз они и соответствуют вот тому сопротивлению, о котором я сказала. Вот здесь вот. Вот этим сопротивлением. Надо сказать, что ситуация по авторийскому доллару, она достаточно сейчас мутно выглядит. С одной стороны 70,50, да, вот, это уже кол уровень. Да, мы находимся выше нейтральной зоны, это является поддержкой. Но стоит только зайти вот сюда, мы слишком близко находимся к этой отметке, вот, значит, критической. К этому уровню 69, что, ну, возможно, резкое падение. Этого следует опасаться. Вот. То есть здесь, как бы, бабушка на твою сказала, как говорится. О риском говорится. Вот. Значит, видно, что внимание приковано к уровню 70,50. Вот. Именно этот уровень очень сильный на данный момент. Ну, понятно, почему он сильный, потому что здесь, как бы, ну, происходит раздача рисков, да, или сюда идти. Вот. Что касается объемов, то, в принципе, здесь классика жанра, указывает на диапазонную торговлю. А вот если вернуться, кстати, к фунту, то давайте вернемся к нему. Это очень интересно, кстати. Вот, я не сказала, но вернулась. Значит, посмотрите, количество контрактов, длинных контрактов хеджеров, оно зашкаливает. Оно примерно такое же сейчас, как оно было 12 марта 2013 года. Равно как количество коротких позиций хеджеров тоже, то есть примерно равно тому, какое было 12 марта 2013 года. И далее, ну, тогда количество коротких позиций зашкаливало, и далее шла коррекция. Сейчас не такое количество коротких позиций, но все же, но все же необходимо посмотреть на то, что происходило вот в этой вот зоне. Если вы обратите внимание, ну, посмотрите дневные графики и оцените диапазон движения, начиная с начала марта 2013 года, вот, на сколько там, на 4 месяца, по-моему, было движение организовано, то можно оценить возможности движения вот здесь, в текущей моменте, вот, в текущей ситуации, ну, соответственно, сделать какие-то выводы, с учетом того, что для евро-доллар и фунт-доллар строятся очень сильные поддержки. Вот, то есть здесь тоже будет схлапывание вот этих объемов. Вот, это очень важный признак. Кстати, если евро, наконец, все-таки устремится вверх, то, соответственно, устремится вверх в год пара, евро-астралийский доллар может выстрелить наверх, и тогда, да, действительно, мы увидим падение пары астралийский доллар до США за счет евро. Такое возможно. Так, далее, значит, смотрим. Канадский доллар, что сейчас приключилось? Значит, у нас сейчас существует зона нейтральная, вот, она достаточно сложная. Значит, она распространяется от отметки 38.71 до 41.76. Вот. Значит, причем отметка 38.71, как бы здесь не то, что нижняя граница, здесь как бы целый диапазон 38.71-39.20. Вот это вот. Который, в принципе, мешает сейчас зайти паре в диапазон, в нейтральный диапазон, и таким образом подторговаться от падения. Вот. То есть, следовательно, вот это очень-очень сильная структура. Но если пара зайдет все-таки выше, станет выше 39.20, то, соответственно, даже внутри диапазона ей будет пробираться сложно. Вот. Потому что вблизи уровня отметки психологической 1.40 формировано сопротивление 40.01-40.20. Вот. И далее выход из этой нейтральной зоны пытаются фиджировать сопротивлением 41.46. То есть, вот это очень серьезные структуры, сложно преодолимые. Ну, а в целом, если пара находится в районе вот в этом проторговой уровне 1.40, это будет просто волатильная, как бы такая торговля диапазонная. И наоборот, торговля ниже 38.71 будет говорить о следующем походе вниз. С другой стороны, этот поход вниз теперь уже будет жестко регламентироваться. То есть, если поход будет, то ступенчатый. Значит, здесь вот в районе 37.84, 38.05 существует сильная поддержка. При ее пробое следующая поддержка встретится на 36.49, 36.72. То есть, там, где был предыдущий экстремум. При попытке пробоя обновления дальше будет 35.69, 35.91. То есть, не дают подойти к уровню 1.35. То есть, резкого падения сложно ожидать. Вот. И далее при пробое из этой поддержки, то тогда на защиту маркетмейкеров можно надеяться в районе. 34.34, 32.95. 33.95, вернее. Уровень 34. То есть, как бы пробить психологию 35 и затормозиться в районе 34. Ну и на худой конец есть еще защита дополнительная на 33.03. Вот. То есть, как бы уровень 1.35 защищаю от пробоя. Получается так. От того, чтобы встать под этим уровнем. То есть, здесь падение регламентировано. Равно как движение пары наверх тоже регламентировано. Скорее всего, ее попытаются встать в диапазоне. Ну и если предположить движение все-таки выше нейтральной зоны, при каких-то обстоятельствах, то ловить пару будут вот здесь. Здесь очень сильное сопротивление 43.50, 2.04, 4.45. Вот. Что здесь видно еще? Видно следующее. Что уровень 36.99. Это сильная потешка. Ну, видно было как раз, что именно здесь как бы существует защита. Некоторая. Дальше. Что видно? Видно, что вот как бы диапазон от, так скажем, 47.06 до 36.29 практически в размере там тысячи пунктов он размыт. Размыт. И движение здесь может состояться запросто. Единственное, что будут, эти движения будут ступенчатые. То есть каждый раз будут запинаться за те сопротивления и поддержки, которые вот там, я показала. Вот. Ну, вот эта вот ситуация, она говорит о том, что возможности есть. Возможности есть. Вот. Только лишь при пробое 36.99 можно будет рассчитывать на какой-то следующий шаг падения. Ну, вот здесь как бы тоже видно, что этот диапазон размыт до уровня 1.45. До отметки 1.45 размыт. То есть легко пара может здесь ходить. Вот. То есть собирать вот те поддержки сопротивления. И здесь тоже видно, что 36.99 вот этот уровень. вот тоже от него возможны движения. Если говорить о том, что все-таки вот эта система может оказаться приоритетной, то здесь сопротивление 40.85. Это та отметка, о которой раньше говорилось, что при торговле выше 40.85, но вернется диапазон повышательных рисков. 40.85. Вот. Этот уровень 40.85 как бы вот здесь зашит вот в этой зоне между сопротивлениями. Сложно его пройти, проторговать, да, можно. И получается так, что при торговле выше 41.76 уже конкретно будет уверенно, уверенно, пара может встать на 40.85 и тогда уже совершить движение наверх. Вот. То есть здесь как бы тоже много-много очень непонятно. И еще в долгосрочном периоде что формируется? При торговле получается ниже 36.99, а лучше ниже 35.00 коварит. И, следовательно, речь пойдет вот об этой структуре. Достижение 31.58, пробой и возможность движения к 1.25. В долгосрочном периоде это творят развитие событий, но он сохраняется. Вот. Далее. То есть это говорит о давлении на доллар. Что касается франков. Франк. Ну, здесь вновь все туманно. Вот. Можно сказать лишь о том, что построено среднесрочное сопротивление в районе 1.125. Вот я его здесь нарисовала. Видно, как сопротивление легло. Видно, как оно было ранее с поддержкой, а затем было пробито. И сейчас оно является сопротивлением. То есть обновлять, по сути, стрёмы, видимо, не желают. С другой стороны, нет никаких пока ориентиров, которые бы говорили о каких-то возможностях движения пары. Можно ориентироваться только по страйкам. Только по страйкам. Ну, вот я ближайше здесь нарисовала. Видно, как поменьше на поле. Всё. Больше ориентиров пока нет. Они могут появляться внутри длинные каждый день. Ну, когда, следовательно, завтра в публикации эти ориентиры появляются, то я не напишу. Вот. Пока так. Что касается схемы по паре, значит, доллар-франк, то здесь мы как раз сейчас забрались. Да, видно усиление уровня вот этих 1363 по итогам пятницы. Ну, это может быть просто кратковременное давление наверх с целью удержания спасения. Вот. Сейчас мы подобрались... Да, очень сильный уровень 9901, к которому сейчас подошла цена. Вот. Мы сейчас подобрались к структуре мартовской 1.0870.929. То есть она живая по 4 марта. Вопрос, для чего она существует. Вот. То есть будет как раз сейчас эксперимент в режиме реального времени. Что будет до 4 марта, как, то есть какую роль будет играть структура. Вот. Она может играть роль как защиты, значит, в случае экстренного, неожиданного движения, да, наверх, агрессивного. Ну, она может играть роль как ограничителя падения, то есть контролировать размер падения. Вот. Пару. Вот второе теперь уже видится более вероятным, что это все-таки контролирующая структура для манипуляций. Такое неоднократно применялось уже, как мы видели, в цене на золото. Вот. Далее. Беспокоит вот эта вот структура еще 1.0526.1494, которая сформирована была неделю или пару недель назад, долгосрочная. Тоже, для чего она, пока непонятна. Вот. Эта структура. Ну, и говорить о падении тоже как бы сложно, потому что, ну, вот здесь пытаются формировать какую-то защиту в районе 96-62, 95-69. То есть не дают подойти к уровню 95-24. Это все-таки структура. То есть ниже текущих отметок на, ну, получается, на 400 пунктов. Это мало. Это малое падение для того, чтобы о чем-то говорить. Вот если взять вот это движение, оно уже было в районе там порядка 400 пунктов. Так что рассчитывать на какое-то такое значительное падение, ну, вряд ли это пока стоит в данной паре. Потому что уж слишком как-то все защищают. Равно как вот здесь это все устанавливают. То есть постоянно что-то пытаются регламентировать, регламентировать. Далее. Количество длинных и коротких позиций по франку, по всему спектру рынка, оно примерно одинаковое. Что-то уже говорит о неопределенности. Вот. Дальше. Кстати, нужно вернуться. Наверное, еще я забыла сказать о донатах. Что там у нас получалось? Здесь количество длинных позиций по канадскому доллару очень мало. Пока еще не видно роста их. То есть это просто все произошло степолить юно на коррекции, то, что было просто месяц, на коррекции коротких позиций. На самом деле так получается. Вот. Ну, естественно, маркетмейкеры действовали. Потому что объемы, видите, они не сравнимы с какими-то средствами движениями. Итак, доллар-франк, неопределенность. И дальше мы переходим к паре доллар-иена. А вот здесь более все любопытно. Значит, сейчас актуальным становится уровень 1494. Ну, по сути, психологическая отметка 115. Уровень очень сильный. Порядка 20000 контрактов на нем. Пробить его крайне-крайне сложно. Крайне сложно. Ну вот. Более того, от пробоя маркетмейкеры этот уровень защищают. Ну, по крайней мере, в течение месяца. Дальше мы видим малое количество контрактов, на которые сложно обращать внимание. Единственное, что внимание повлекает уровень 119.76, который является границей рисков. Вот. Все только при торговле выше границы 112.86 и дальше 119.86 и дальше 122.48. Только после преодоления данной границы можно будет говорить о новом движении наверх. Пока, как бы, это проблематично тоже. Почему? Значит, здесь следующим образом расклад вот такой. Существует нейтральная зона 115.01-116.90. Ну, по сути, как раз эта зона, она 115.01 в нижней границе совпадает со страйком 114.94. И более того, здесь находится еще дополнительная поддержка маркетмейтеров. То есть, вот это место 115, оно просто охраняется. Вот. И, соответственно, пробои таких мест, они могут быть только агрессивными, разовыми. То есть, для того, чтобы вообще, ну, что-то должно быть фундаментальное для того, чтобы просто взять и перевести в разовом порядке пару в другой диапазон. Вот. Сменить диапазон. Только в этом случае. Но это очень-очень сильное место. Дальше. Верхняя граница нейтрального диапазона 116.90. Вот. Пара пытается там что-то торговаться около. Если встанет над 116.90, то, следовательно, риски падения будут временно нивелированы. И пара может идти к сопротивлениям 117.99-118.86. Ну, и далее 120.82. Дальше, ну, не представляется возможным. Это как раз граница рисков здесь. Уровни 119, там 76 и 128, я называла. Они здесь внутри этого диапазона. То есть, вот, эта зона сопротивления, она может волатильно протоковываться. Вот. Как-то так. Если представить себе движение на пробой, то 149.94 уровня. То, соответственно, мы попадем на отметку 112.98, далее 112.02 и далее 111.02. Это как раз тоже своеобразная отметка 111.11, которая открывает возможности падения экстренного. Значит, если посмотреть на все это, то, вот, видим, что именно с этого момента, с 111.11, то, вот, начинается такая патовая зона, где маркетмейкер может творить все, что угодно. То есть, с этого следует опасаться. Ну, опасаться, прежде всего, движение на пробой уровня 140.94. То есть, это будет уже сигнал по переходу в диапазон более таких сильных понижательных уровней. Ну, а пока, пока пара торгуется выше, особенно выше нейтральной отметки, да, можно предполагать движение все-таки в район среднесрочной границы рисков. То есть, вот в этот диапазон 118.6, 128.6. Вот, вот, вот. Вот. Ну, как бы так, в принципе, все сказано. Теперь вопросы. Значит, новозеландский БОА, я не делаю никаких прогнозов, никаких анализов и так далее. То есть, это темная лошадка, инструментария для эффективной торголи по данной водительной паре нет. Поэтому я этим не занимаюсь. СНК 500. Ну, раньше говорилось уже о том, что существует какая-то нейтральная зона. Опять же, в данном случае это нейтральная зона 1881-1851. Говорилось, что только при пробое этой нейтральной зоны вниз можно будет ожидать какого-то падения. Пока этого не происходит. Вот. Пока речь идет просто о проторговании уровня 1900. Вот. Волатильное проторгование уровня. Ну, видно, как работают эти сопротивления. Значит, при способности закрепиться выше 1945, соответственно, следующим будет, я скажу, не про неверные котировки. Какая-то такая система сбой давала. Ну, вот так вот показалось. Значит, при торговле выше 1945 можно будет надеяться на то, что цена все-таки вновь вернется к уровню 2000. Семь лет располагается в районе 2017-2013. И только при пробое 1851 можно будет говорить о чем-то. Ну, о новой волне слышали. Пока этого не происходит. Так. Далее. С золотом. Значит, по золоту. Сейчас. Так. Ну, смотрим. Значит, в прошлый раз я показывала разметку. Она работает. Значит, говорилось о чем? Говорилось о существовании нейтральной зоны. Ну, опять же, 1109-1251. По сути, зоны, которая привязана к уровням 1100-1250. Вот. Говорилось о том, что, опять же, здесь тоже существует отметка, так называемая «звездные врата» 1111-1. Вот. Видно, как толкались, то есть, какая-то отметка, в принципе, была то поддержкой, то сопротивлением. Вот. И говорилось, если цена зайдет в эту нейтральную зону, то есть, будет торговаться выше 1109, а лучше выше 1111, то, соответственно, она пойдет сверху этой зоны. Внутри стоит сопротивление в районе 1168. Оно, по сути, связано с уровнем 1150. Оно особой важности не имеет это сопротивление. Поэтому оно может быть легко преодолено. Вот. А вот следующее и далее. Значит, мы видим, что вот здесь нет никакого сопротивления в районе 1200. То есть, уровень 1200 уже не важен. Вот. То есть, его тоже можно легко преодолеть. Это только психология. Вот. А вот дальше сопротивление встретится только лишь на краю вот этой зоны нейтральной 1251, на подходе к ней 1240, 1285 на выходе. То есть, выйти из данной зоны крайне сложно. Здесь сопротивление 1240, 1285. Вот. И если представить себе движение все-таки выше, то здесь существует защита. То есть, уровень страйк 1300 тоже особой роли, получается, не играет. Вот. Играет роль вот этого защита. 1357, 1384. Все. Как бы. И если разбирать негативный сценарий, к примеру, будет резкое движение вниз на пробой границы рисков 1100. Далее, отметка будет 1051, она тоже уже на данный момент не будет играть роли. Это второстепенная поддержка. Далее, видно, что в районе 1000 тоже нет ничего. То есть, это тоже никакой поддержки уровень 1000 не окажет. Это лишь психология. А поддержка может лишь быть оказана в районе 578-930. То есть, в районе уровня 950. Ну, в принципе, вся та же ситуация, как вверх сделана, точно так же. То есть, размыли уровни 1000 и 1200. Ну, те психологические, актуальные, которые в долгосрочке играют большую роль. Вот. То есть, они размыты. Соответственно, дают их проторговать. Валатильно пробить там и так далее. Ну, и дальше, если все-таки пройдут ниже, то, соответственно, защиту муки-мейкеров можно будет встретить в районе 862-751. То есть, это, по сути, страйк 850. Ну, и на худой конец это страйк 800. Здесь защита располагается в районе 750. Ну, проблематично сюда, конечно, уйти, но, тем не менее, в случае пробоя вниз, то вот этот сценарий похода к страйке 850, он будет становиться все более реальным. Ну, вот. Это что касается золота. По нефти, к сожалению, я сейчас ничего не могу сказать. Я давно не строила несколько дней диаграммы, занималась другим. Если это интересует, то, я думаю, что завтра-попрезавтра я сделаю анализ, и он появится на сайте публикации. А так, голосовным ничего говорить не будет пока. Ну, вот. Надо сделать расчеты. Так. Что-то еще есть в вопросах? Я думаю, что вопросов уже больше нет. Так. Ну, давайте тогда. Следующий вебинар состоится 15-го числа. 15-го февраля. Сойти за публикациями. Вот. Я предупреждаю о том, что резкие движения, неожиданные, могут быть при закрытии рынка 12-го числа. 12-го, 13-го. И далее, вот здесь, в этой неделе. 15-го, особенно 16-го, 17-го, 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 вот эти вот дни, они могут быть высоко рискованными с точки зрения сильных и неожиданных движений. И, соответственно, открытие рынка 22-го. Ну, вот, по сути, с 12-го по 22-е, вот эти вот 10 дней, это большие риски. Именно связанные с неожиданными. Вот. Ну, а до куда цена может отойти? То есть, это я упаковала. И еще внимательно нужно отнестись к, сейчас скажу, надо отнестись к ценам на облигации, на десятилетки американские, на эталонные эти облигации. Как они себя ведут? Там схема достаточно прозрачная. Я делала публикацию на эту тему на прошлой неделе. Я советую туда заглянуть, в эту публикацию. Там все понятно. Вот. То есть, если цена останется выше от метра 130, будет двигаться наверх. В зоне макетмейкеров, это получается, будет рост стоимости. Вот. И снижение доходности, и параллельно снижение доллара. Вот. Соответственно, экстрема могут строить агрессивно. Вот. Ну и затем, естественно, но и ограничено. Ну и затем, соответственно, оттуда может, да, как раз рост стоимости облигаций может потянуть за собой не только ослабление доллара США, может потянуть за собой восстановление фондового рынка. Вот. Новую волну. И затем, то есть, и, ну это зона макетмейкеров, она может быть очень большой, вот, и экстремальной, ну, примерно, как бы, ход может быть такой, как это было сделано в паре доллар-канадский доллар. Ну, примерно по такой же математической модели. Вот. Следовательно, в дальнейшем разворот из той зоны, да, пройти могут очень глубоко. Вот. Соответственно, разворот будет диким, ну, резким. Это уже направлено на рост доллара США, оттуда и той зоны. Вот. И вот тогда это будет уход валюты фондирования, тогда возможно будет движение фондовых индексов вниз, и при движении резком, свежепадение стоимости облигаций, рост доходности, резко ростом доллара США, тоже будет усиливать рост доллара, то есть, одномоментно. И, то есть, это будут импульсы приходить из разных сегментов рынка. Вот это все, о чем сказать. А пока, пока стоят выше 130 и хотят двигаться наверх, вот пока в этом варианте развития событий можно будет видеть снижение доллара. Вот. В чем достаточно значительное. Но ограничено все. Та зона ограничена. Посмотрите, публикации. Ну и потом, когда цена находится в зоне маркетмейкеров, движение, оно происходит очень быстро. Очень быстро. Вот смотрите. Пример. Простой. С парой доллар, канадский доллар, как это было. То есть, допустим, вот это вот 31 декабря, точка, а это точка 20 января. То есть, меньше месяца прошло для того, чтобы сделать вот такое движение. Меньше месяца. А дальше падение вообще, то есть, начиная, допустим, с 21 и здесь вот 21, условно говоря, января, да, и сейчас и падение было до 4 февраля. Это, получается, две недели всего. Всего две недели вот такое покружительное движение, да, происходит. То есть, в принципе, вот такие вещи, это все возможно, и это возможно всего на рынке облигаций. В дальнейшем с тобой потянет многие другие движения. Это, получается, две недели, да, если брать, то вот две недели вот у нас вот до 22 февраля. Как раз переход через 16. То есть, вот это вот очень такие рискованные недели. Вот, так что. Данные я беру из далеки, не пришлось бы. Я уже многократно об этом говорила, это не секрет, это все с проводом дошли. А дальше уже работают мои методические модели, разработанные, согласно которым я делаю вычтение. Ну, все, как бы. Что касается рубля, ну, понятно, если здесь движение состоится против доллара, соответственно, рубль, движение вниз. Я уже говорила о тех отметках, которые существуют. Так, всего доброго тогда. Итак, до 15. Я знаю, что индикатор не работает, я не знаю, что с ним делать, то он работает, то он не работает. Я говорю, есть масса причин, почему так происходит, но это не для обсуждения на вебинаре. Я в курсе этого индикатора, соответственно, если будет возможно что-либо сделать по данным вопросам, я это сделаю. А в целом, значит, можно следить за публикациями, я делаю ежедневно. Кратко о том, что происходит в полетном сегменте. В принципе, внутри дня отметки работают до следующей публикации. Вот. И надо сказать, что в этих публикациях сделаны уже выжимки. Это лучше, чем... Ну, как понятно, индикатор, это визуально хорошо. И, то есть, ну, для механики, как бы это хорошо, для деятельности непосредственно в терминале. Но вот публикации я делаю непосредственно выжимки. То есть, выбираю из того, что имеется, самое важное. То есть, целевые отметки. Наиболее сильные это последние поддержки. И еще то, что делается в публикациях. То есть, есть те вещи, которых нет в индикаторах. Их нет. Но они являются рабочими. Ну, как бы тоже с этой стороны тоже посмотрите на все эти вещи. Вот. Ну, и потом, если у вас... Вы сохраняете записи по тем вебинарам, которые... Ну, допустим, сейчас базовый вебинар. Я говорю о том, что вот этот расклад событий, он... Расклад новый, он будет действовать, условно говоря, по какой-то... Ну, по 11 марта, условно говоря, так. То есть... Ну, вот целевые отметки здесь и... То есть, по ним уже можно строить торговую. Это то, что будет работать в течение... Ну, как это работать, я это уже неоднократно поясняла на примерах. И могу еще раз об этом сказать. Вот, допустим, я загружу сейчас вебинар от 11 января. Вот, которым... Эта схема, которой мы пользовались, в общем-то, в течение месяца. Вот. Вот я эту схему сейчас старую загружаю. Вот смотрите, что происходило. То есть, было сказано, тогда, еще 11 января, была дана вот эта схема. Говорилось о том, что существует эта нейтральная зона. Что она очень узкая. И если ее будут пробивать, то всю прошивать. Вот, пожалуйста, вам вот это схема. Видно, как эта нейтральная зона не пускала пару наверх. Видно, как цена встала конкретно над этой нейтральной зоной. Видно, как вот это сопротивление сильное конкретно, оно сдержало движение пары. В районе уровня 1.12. И видно, как закрепляется в отметке 1.1.1. Это было сказано 11 января. Вот. То есть, схема не даются раз в месяц. И их просто нужно вычеркнуть себе и, соответственно, не пользоваться. Вот. Что касается фунта. Та же самая история. Видно было, как эта нейтральная зона существовала. Видно было, как вот здесь была совокупность то ли сопротивления, то ли поддержек, где и продавцы, и покупатели. Вот. Сейчас обратно. Входит в эту же нейтральную зону. Вот. И тоже говорилось о том, что зона успеет следовать, и она резко будет пробита. Видите, что произошло. Дальше. По австралийцу вот, что было сказано, что нейтральная зона защищена сверху и снизу. Видно, как не могут из нее выйти до сих пор из этой зоны. Далее. По канадцу было сказано о том, что вот, кстати, интересная фишка. Говорилось, что если пойдут все-таки наверх, то защита может сработать с районом 46. Вот она и сработала. Дальше. Было сказано о том, что нужно для того, чтобы падение осуществилось, дойти до нейтральной зоны и ее прошить. Она была той же улыбкой. Вот ее прошили, поторговали и прошили. Вот сейчас находимся ниже этой нейтральной зоны и сформировался потенциал понижать нефти. Дальше. По доллар-франку вот, что говорилось. Говорилось о том, что существует защита на уровне на отметке 1.0300. Видите, как это сработало. Далее. По доллар-иене. Вот какая схема была дана 11 января. То есть мы находились, полно говоря, вот здесь. 11 января. Вот видно было, как боролись за эту отметку, за эту отметку. В итоге это сопротивление не дало. Это, понимаете, вот эта вот схема, когда видите, она равновесная. То есть диапазон, диапазон, достаточно широкий, нейтральный. Вот. Из него сложно выйти. Похимите этот диапазон. Часть всего диапазонная торговля бывает в таких случаях. И если парка заходит. Если узкий, то пробивается экстренно, резко. Вот. И далее. Видите, равновесие. Что здесь сопротивление сильное, что здесь поддержка сильное. Следовательно, равновесная структура, равновесная ситуация с каким-то центром. И просто идет волатильность вдоль этой точки. Вот. Сложно пробиться и в зону сопротивления, и сложно пробиться в зону поддержки. Ну вот, как-то так. Ну все, всего доброго.